Друзья, всем привет! В эфире программа обо всем самым интересном и необычном, что произошло в сети Inet. В сегодняшнем выпуске увидите автосервис, который оказывает необычные услуги. Узнаете, как превратить машину в подводную лодку всего за несколько секунд. А еще для вас премьера драматического фильма «Коробка. Кот и хвост». Зима уже совсем близко, а значит, что к ней пора готовиться. Пешеходам закупаться теплыми вещами и обувью, автомобилистам проверить наличие зимней резины и прочих необходимых в холодное время года атрибутов. Уральские коммунальщики, кстати, тоже времени зря не теряют. Они приступили к тренировке по уборке снега. Иначе зачем еще водителю вот этого грейдера скрести ковшом новый асфальт? Да еще и ночью. Естественно, для того, чтобы потренироваться перед грядущими снегопадами. А то навалит сугробов под два метра. Вот и трудится, освежает в памяти навыки. И ведь коммунальщик старается, тратит на подготовку свое личное время. Жители, правда, такому рвению не рады. Шумно очень, да и асфальт жалко. Хотя, что понимают эти дилетанты? Вот накроет город снегопадом, потом еще спасибо скажет. А пока снег еще не выпал, на дорогах полно мотоциклистов. На днях байкеры решили закрыть сезон и эффектно огромной колонной проехать по трассе. Однако мотопарад был немного омрачен. Вот она, идеально выстроенная колонна из нескольких сотен железных коней. Съемки из квадрокоптера. Все по уму. Но тут… Один из байкеров то ли сильно переволновался и перепутал газ с тормозом, то ли на что-то отвлекся. В итоге собрал три мотоцикла. Никаких серьезных травм любители двухколесного транспорта, к счастью, не получили. К ним на помощь сразу поспешили товарищи. Подняли и людей, и технику. Мотоциклам, кстати, повезло не так, как их владельцам. Весь асфальт оказался усыпан обломками пластика и стекла. Остальные участники пробега место аварии объехали и отправились дальше, но явно с подпорченным настроением. Всегда есть тот, кто испортит фотографию. У байкеров, видимо, тоже. А вот этот фокусник может с легкостью давать мастер-классы на тему, как перевести на мотоцикле вещь любых габаритов. Потому что, если устроился курьером, будь добр доставлять посылки, какими бы они ни были. Клиент ждет, и проблемы доставщика его, мягко сказать, не волнуют. Вот и приходится искать выход из положения. Судя по тому, что находчивого курьера не остановил даже полицейский, такой способ только приветствуется. Да и груз надежно примотан к мотоциклу скотчем. Какие еще могут быть вопросы? Главное, чтобы потом заказчик не пожелал приобрести двустворчатый шкаф, например, или диван. Когда человек приобретает автомобиль, помимо радости от покупки у него появляется масса проблем. Страховку оформи, колеса купи, сигнализацию поставь, запрать. А самое главное, нужно всегда следить в оба, чтобы тачку не увели прямо из-под носа. Именно так и получилось в одном из московских дворов. Мужчина приехал, чтобы помочь своим друзьям разгрузить газель. Вышел из машины, но глушить транспорт не стал. Этим и воспользовался оказавшийся рядом угонщик. Он молниеносно прыгнул за руль и дал по газам. Далеко уехать, правда, не получилось. Лишь до соседнего подъезда, в который благополучно и врезался. Угонщика достали и обезвредили. Но ситуация усугубилась тем, что хозяин автомобиля оказался придавлен бампером к подъезду. Поэтому мужчинам пришлось бросить угонщика и вызволять товарища. Все закончилось более-менее благополучно. А владелец авто впредь точно не будет таким беспечным. А вот этому автолюбителю даже посторонняя помощь не понадобилась. Угробить автомобиль он смог сам. Вылетел прямо в Москвореку. Нетрудно догадаться, что если у парня не хватило мозгов справиться с управлением машиной, то с подводной лодкой, в которую начал превращаться автомобиль, он бы не справился и подавно. Поэтому принял решение срочно эвакуироваться и плыть к берегу. Бодро отмахал несколько десятков метров, а там на помощь пришли очевидцы. Вытянули бедолагу на твердую поверхность. А машинка, к сожалению, заняла свое место на дне реки. Сейчас вы видите мастера маскировки непревзойденного шпиона, которому позавидует сам Джеймс Бонд. Так виртуозно притворяться пешеходам, когда ты на самом деле автомобиль, сможет не каждый. А если серьезно, наглости водителя, который по тротуару решил объехать огромную пробку, можно только позавидовать. Смотрите, как шустро продвигается Мерседес по дорожке. Водители, которые стоят в пробке, наверняка шлют ему всяческие лучи добра и желают крепкого здоровья. Надеемся, что с тротуара на проезжую часть наглеца не выпустит ни один терпеливый автолюбитель. А еще было бы не лишним вызвать наряд ДПС. Пусть тоже полюбуется на гениальную задумку автохама и выдадут ему заслуженную награду в виде штрафа. Каждую неделю мы думаем, что 2020-й уже преподнес столько неприятных сюрпризов, что удивить нас ему просто больше нечем. И каждый раз ошибаемся. Фантазия у него, к сожалению, никак не иссякает. А мы продолжаем удивляться. На Стамбул обрушился мощный град. Просто, чтобы вы понимали, средняя температура в этом турецком городе плюс 26. А дождливыми за минувший месяц были только два дня. Люди во время разбула стихии успели попрятаться по домам, поэтому жертв удалось избежать. Чего не скажешь об автомобилях, витринах и окнах. Им пришлось очень не сладко. Градины падали размером с небольшую сливу. Плюсом ко всему затопило улицы города. Такая же проблема, только несколько глобальнее, в Севастополе. Там репетиция всемирного потопа. А пенсионерка, опоздавшая на ковчег, попала в безвыходную ситуацию. Но ей на помощь тут же поспешил местный герой. Подхватил пенсионерку на руки и спас от неминуемой гибели. Смотрите, парень, какой герой. Вообще молодец какой. Думаем, теперь он до конца жизни будет обеспечен свежими булочками и пирожками. И прослывет самым добрым юношей среди местных пенсионерок. А вот кто действительно рад воде, так это макаки. Они решили, что прыгать с ветки на ветку занятие очень скучное. Да и поднадоело за столько лет. Поэтому обезьяны придумали себе развлечение. Устроили соревнования по нырянию в воду. На радость туристам, которым удалось запечатлеть на камеру необычное развлечение приматов. Обезьяны, напрыгавшись и накупавшись, вылезли на берег, отряхнулись и вновь поднялись на деревья. Потому что порезвелись и хватит. Традиции предков все же нарушать не стоит. Героиня нашего следующего видео наверняка станет кумиром всех тех, кто так сильно устал, что больше ничего уже делать не может. Но все равно делает, потому что надо. Потому что все равно больше никто не придет и не сделает. Просто посмотрите, и вам станет чуточку легче от того, что вы не один такой. Уж и не знаем, что так сильно расстроила эту маленькую теннисистку. Может осознание того, что после тренировки нужно идти еще на танцы и вокал. А это так надоело. Или то, что завтра снова придется приходить на корт и махать ракеткой. Но если мы в трехлетнем возрасте могли себе позволить просто психануть, сесть на пол и ничего не делать, то эта малышка уже на 100% готова к взрослой жизни. Тренировка должна продолжаться несмотря ни на что. А потому юная героиня хоть и плачет, но все равно настойчиво отбивает каждую подачу. Держись, крошка, это только начало. Дальше будет хуже. Экоактивисты не перестают бороться за то, чтобы во всем мире закрыли зоопарки и цирки и перестали эксплуатировать животных. И в некоторых странах даже удалось прийти к положительному результату. Но вот что странно. Чем больше люди требуют вернуть животных в естественную среду обитания, тем чаще животные приходят из этой среды в города. В один из районов Екатеринбурга пришла лиса. Рыжая красотка поскакала по дорогам и газонам, даже нашла какую-то еду, которую с удовольствием слопала. Восвояси уходить не торопилась, побегала по детской площадке и парковке. Вероятно, лисы отправили в город Лазутчика, чтобы все разузнал. Так что на следующей неделе наверняка покажем вам видео о том, как столица Урала пережила нашествие лисиц. Но если лисы все же приходят в город за пропитанием, горностаи не настолько меркантильны. Они, если и навещают людей, то только за тем, чтобы как следует повеселиться. Попрыгать на батуте, например. А почему нет? Пока люди с умилением снимают проказы на телефон, можно ни в чем себе не отказывать. А главное, все довольны. Однако бывают случаи, когда продуманный до мелочей побег все же заканчивается сокрушительной неудачей. Так случилось и с этими козлами, которые сбежали из загона, но далеко удрать не смогли. Люди бросились в погоню и настигли беглецов посреди оживленной трассы. Водители останавливались, пока хозяева пытались загнать скотину обратно домой. Козлы старательно делали вид, что не понимают, чего от них хотят. И при каждой возможности пытались завершить начатое и сбежать. И даже перспектива угодить под колеса пугала их не так сильно, как жизнь под гнетом узурпаторов. Но все закончилось так, как и должно было. Всех козлов поймали и заперли. Теперь им придется придумывать новый план побега. Автомеханикам из штата Юта пришлось разобрать полмашины, чтобы устранить необычную поломку. В автосервис обратилась очень расстроенная женщина. Она рассказала, что ее любопытный и пока еще не слишком умный котенок оказался в ловушке, забравшись под приборную панель. Пришлось очень осторожно раскручивать болты и снимать пластиковые детали, ведь механики не знали, где именно сидит котенок. Через некоторое время пушистый авантюрист оказался в безопасности. Его передали хозяевам, которые очень надеются, что этот случай хоть чему-то научит котея. И он больше не полезет туда, откуда не сможет выбраться без посторонней помощи. А вот у этого товарища проблема совсем противоположная. Он никак не может влезть туда, куда так хочет. Старается изо всех сил и уже почти утрамбовался, но предательский хвост никак не хочет оставаться в кастрюле. Вылез. Подумал. Вторая попытка. И так, и эдак. Но черт бы побрал этот хвост. Он совершенно не слушается хозяина и живет своей жизнью. И вот, наконец, кот одерживает победу и оказывается в кастрюле целиком. И даже вместе с хвостом. Но тут другая проблема. Хозяин только и ждал, когда кот потеряет бдительность, чтобы накрыть его крышкой и... Но, видимо, легендарный суп с котом в этот раз попробовать не удастся. На этом сегодня все, друзья. Присылайте видео, которые вас удивили, обрадовали или наоборот огорчили в WhatsApp или группу телеканала ВКонтакте. А мы с удовольствием покажем их всему городу. Хорошего настроения. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»